и эта серия будет посвящена греции покорять остров и разграбляем не спать не спать косить косить опыта лепить любые конструкторские решения привет друзья мы начинаем новую серию роликов и эта серия будет посвящена греции и яхтингу в средиземном море и так вперед первый ролик в котором мы будем вам рассказывать о греции будет у родосе это . это тот остров port of entry в которой мы заехали в самом начале перешли из израиля сам переходы показывать не буду ничего интересного просто пришли себе и все тут же у нас есть возможность интересно оформить вход есть агент который за 110 евро включая все таксы нас оформляют то есть мы сторонники яхтинга без вы знаете чего поэтому мы оформляемся легко и просто я считаю что это небольшая такса они там наверное 50 долларов мы поделили на 5 человек но мы никуда не ходим мы пришли с утра к нам приехали отдали документы все до свидания новая марина на родосе выглядит вот так вот увидите стоит наша лодка это новая марина построена еще идет про строительство лучшие понтона еще не закреплены поэтому всех ставят бетонной стене стоим не по-гречески муринги не якоря вот марина выглядит вот так вот она не загружена хотя вот смотрите некоторые вот эти фингер понтон и уже использую я так понимаю что здесь находятся люди которые тут живут потому что флаги местные а с этой стороны флаги туристические он дал over и италия и что-то что-то там еще хотя вот эта первая лодка это однозначно местная потому что на ней написано туры выходного дня мы стоим к нам приехали друзья щас я буду вас с ними знакомить и друзья улыбнитесь на камеру друг слева вы уже знаете это дина друг справа в вальдемар нет антон и оля кафе дель мар вот правильно это наши друзья яхтсмены и с ними мы перешли из израиля и будем идти дальше крита вот помашите ручки они переживают что мы их высадим раньше чем полагается нет не переживайте будете свартовые таскать нам это очень нужно очень нравится вы вчера когда заходили вечером в марину вы видите здесь вот всякие стоят краны идет development и для нас было очень тяжело найти здесь вход потому что заходишь среди ночи все просвечивается и через эти волнорезы видно город и непонятно где заходы потом когда мы уже вот таким вот большим кругом обошли мы зашли внутрь и тогда уже стало понятно но немножко сложно потому что вот вы видите прямо топливный пирс и он перекрывает полностью вход то есть вы заходите отсюда вы видите волнорезы всякие краны заходите внутрь видите пирс то есть вообще непонятно куда заходить короче это был непростой заход еще и дуло сильно сбоку но нам понравилось нормально нужно у нас какие планы покорять остров и разграбляем разграбляем потом разграбляем короче день захвата родоса сегодня отмечаем праздник завтра и следующие года это будет национальный праздник что трата денег долго будут помнить трата денег поднятие экономики прекрасно твой первое заведение да я думаю нам хватит 1 не итак мы находимся сейчас в кафешке немножечко о ценах тех которые в греции то есть я заказал бургер бургер стоит 7 евро и пиво вот такое вот стоит 4 евро то есть нельзя сказать что это дешевле но пост дешевый регион но после израиля это шаровый регион просто два в три раза дешевле все мы сейчас подходим к марине марина мандракия ой остановка прикольно и вот старая часть города таких вот прикольных домишках находятся ренте кары смотри можем взять победы покататься это коммерческий порт сюда приезжают круизные корабли и корабли на разгрузку а мы вот марина мандракия находится там за стеной и городской пирсу большие лодки стоят и вот большой-большой стоит закрыть много места где можно так вообще такие дорожки прикольно это был какой-то непонятный местный житель я не знаю кто это а вот он один и проклятие ракушечный рай который продают прямо с лодок вот и лодки такой мини дьюти-фри горы ракушек горы о плюшки это для микрофона так остановись остановись нет я только начало подожди дыры у нас здесь такой рыбацкий порт под стенами старого города очень красиво прикольно качается я так понимаю никогда а вот лодочки которые стоят возле пирса получается дачу не надо это зад это не перед там где брошка там вперед ну такой диссонанс не выпадет такой диссонанс идет такой красивый нос с тиком и такая настройка ужасно вот такой тут вход в марину от вы просто бежите уже в тенек антон где марина сим сим откройся какой хороший мальчик бросаясь в папу камнями похоже на то кого же еще можно без наказанно бросаться камнями рукав папу эти местные прикольно надо было сюда приехать почему ты не сказал какая марина правильная я только не ладно мы хорошим арене стоит а вот это марина тут мандраки получается заходишь в середине марины бросаешь якорь и задом подъезжаешь к пирсу минус этой марины в том что тут марина неохраняемая и каждый может залезть тебе на лодку но я так понимаю что здесь это не принято но тем не менее вот пример того как стоит лодка вот прямо с нее выход в город ходят люди но лично мне такое очень по душе я такое люблю вышел сразу в город сразу движняк сразу люди за маме а нормально супермаркет а когда надо вот его и вот собственно то как стоят лодочки и вот часть старого города кстати похоже на испанию очень сильно красиво тротуары клевые вот эти слева вот это римские развалины а похоже на афродиты ухты а похоже на кейсарию а в кейсарии да гуляли там да дина это кейсария в миниатюре старый город конечно красиво берется понравилось нравится родос красивый что не жарко вам в теньке да не уходил бы но мы собрались планы другие на кошелек с монетками открой покажи деньжище то есть у тебя как у нормального яхтсмена должен на плечо сидеть попугай орать пиастры это к деньгам я знаю греметь греметь такой тут фонтанчик такой мило то кафешки ресторанчики такие уютные теньки план вот какая улица широкая это все старый город тут какие краники такие же заполированные прикольно еще то что мне понравилось это вот эти вот вход перед магазином скаты оленей вот звезды очень стильно очень из камней выложено а там дальше идет рынок продолжение старого города красоты динечка что ты скучаешь устала почему ты не в шапке ветер у меня нету шнурка все дело в шнурке да ужасно мы уже готовы идти дальше нам это что настоящее ядра ядра вот мы зашли сейчас вместо с которого видно город они за это берут 5 евро и тут выше на пару метров и за это они берут 5 евро но мы конечно были с этим в корне не согласны но они вдруг неожиданно предложили нам один drink и мы поняли это судьба 5 метров и один drink решил один drink на человека то есть если девушки не пьют так это по два drink вот мы вышли из парка бабочек и попали монастырь который называется коллапетра он мэри коллапетра стоит монастырь мэри коллапетра находится на горе сюда конечно нужно было залезть и должен сказать это такая задача была несложная но все равно полазить пришлось после вчерашних гулек выгоняем алкоголь до красивый вид вот этот небольшой монастырьчик вперед вперед не спать не спать косить косить так мы сейчас выходим из марины родос это новая марина которая находится не в городе она находится немножечко в стороне но для захода она для нас было более удобно и наша задача дойти для этого мы сейчас выходим из марины родоса проходим 20 и становимся в бухту лид на якорную стоянку ночуем и с утра выходим дальше а сейчас вот волнорез марины родос мы практически что сейчас нам остается делать снимаем потому что мы будем идти по наветренной стороне острова поэтому поэтому все у нас не так уж и плохо вот там погода была желтенькая с красненьким но это значит только одно что мы по северной части острова не пойдем а пойдем по южной потому что я яхтемен ленивый и фигней заниматься у меня нет никакого желания достаточно мы уже фух кстати парусом какая-то фигня сейчас поправим мы же сразу ставить будем вперед линда только что у нас лопнула каретка грота но этим нас не испугать сейчас я лезу и показываю что это такое вот эта часть которой вы видите отломанная снизу она вставляется в паз в мачту короче надо вот такую каретку теперь покупать холера новую ну а так мы будем идти сейчас просто под одним стакселем без грота ай хер с ним небольшая потеря прикольно тебе рулить просто с одним стакселем без грота мне кажется прозрачные стекла лгут это моё любимое действие рулить то понятно одним паром но про а как же дрейф а вся эта фигня вы узнаете следующей серии а так как гиропалка у нас тоже села по какому-то мистическому стечению обстоятельств вот как люди рулят вот ничего не берет бессмертный ты дальше копайся пузико чеши ему если бы посчитать что он ведет лодку на автопилоте так нет руками же управляет ладно я это все шучу чуть не рухну короче вот это родос родос старый город смотри какая коптилка едет а чё с ветром мы шо против ветра начали идти вот эта дурная каретка которая сломалась вот эта вот часть которая внутри мачты ходит но она уже просто от времени разрушилась ну короче надо будет еще что-то с этим изобретать с помощью какой-то матери и опыта лепить из говна и палок любые конструкторские решения вот вот мы собрали новый ползунок короче сейчас мы этот новый ползунок вставим в мачту и у нас будет опять нормальная каретка которая будет ездить ее нужно будет конечно же потом загнеть на человеческую но за неимением кирбовой будем писать на простой вот а 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